Реабремен продолжает онлайн-трансляцию с 5-го международного форума и в студии Купол Елены Гулеских. Сейчас мы будем говорить о участии молодежи в инновационном развитии страны. И в студии у нас Михаил Лабудин, руководитель Молодежный инновационный центр. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. В студии Купол онлайн-вещание, достаточное количество аудитории, много пользователей, и в основном это, конечно, молодежь. Вот скажите, пожалуйста, какие шаги может сделать талантливая молодежь, чтобы включиться в процесс инновационного развития страны? Какие возможности есть? Ну, хотел бы сказать, что на сегодняшний день возможностей очень много. И молодой человек, имея свой проект, имея свою идею, может обратиться в различные фонды, в различные ассоциации. Их сейчас очень много. Значит, структура Молодежного инновационного центра заключается в том, что мы предлагаем здесь единый механизм прохождения от идеи до создания юридического лица молодого инноватора. То есть ему не нужно ходить в какие-то организации, ему не нужно пробивать бюрократическую систему сегодняшней государственной структуры. Он может просто обратиться к нам, и здесь мы уже ему всячески поможем. Получается, что есть представительство в регионах? Да, на сегодняшний день мы открыты в Нижнем Новгороде, мы работаем в Москве. И сейчас идет разработка, вернее, концепция уже разработана в Российской Федерации на базе четырех федеральных округов. Скажите, пожалуйста, о создании молодежных инновационных центров чуть подробнее в Российской Федерации. То есть есть ли какие-то наметки на взаимоотношения с другими республиками? Да, вы знаете, на сегодняшний день мы уже провели ряд мероприятий, направленных на взаимодействие молодых ученых в Российской Федерации. И вот сейчас уже на сегодняшний день подписана концепция создания российско-белорусского бизнес-акселератора «Молодежный инновационный центр». И данная концепция направлена в союзное государство, значит, для включения в программу. Значит, что касается Российской Федерации, я хотел бы сказать, что вот уже сегодня у нас есть представительство «Молодежный инновационный центр Сибирь». В Красноярске мы открыли такое представительство. Поэтому работа идет. Не скажу, что все так просто, но благодаря помощи, в том числе первую помощь, которую нам оказал губернатор Нижегородской области Валерий Павлинышанцев при создании нашего проекта, мы его запустили в Сарове, как вы знаете, наверное, уже. И первые свои, так скажем, шаги мы начали именно отсюда, с Нижегородской земли. Да, инновационное развитие и участие молодежи в инновационном развитии России. И сейчас вы сказали о Сарове. Вот чуть поподробнее. Давайте вот я сейчас немножко чуть-чуть дополню, что молодежь – это у нас возраст до 35 лет. И, соответственно, если есть желание участвовать в инновационном развитии, то, соответственно, вот вы сказали, взаимодействие с вами, потому что есть представительство, в том числе и в Нижегородской области. И вот как это происходит на базе технопарка Саров? Ну, вы знаете, я бы, наверное, не хотел как-то акцентировать внимание на каком-то отдельном технопарке. Молодежный инновационный центр – это всероссийский проект, который поддержан правительством Российской Федерации. Он курируется Министерством спорта и туризма Российской Федерации. И поэтому мы активно ведем свою деятельность во всех регионах нашей страны через Советы молодых ученых-специалистов, через Комитеты по делам молодежи. Это, так скажем, входные точки для поступления инновационных проектов, непосредственно для участия в нашем проекте. Поэтому мы тут не привязываемся конкретно к какому-то отдельному месту, там, допустим, технопарк Саров или как-то еще. Значит, сейчас на сегодняшний день подписано соглашение с Ассоциацией технопарков, куда входит 18 технопарков Российской Федерации. И на базе всех 18 технопарков мы также ведем свою деятельность. А вот как это происходит? Расскажите для наших пользователей, вот буквально чуть-чуть, как все-таки осуществляется поддержка молодежи, как им раскрыть свои таланты и включиться в процесс инновационного развития? Значит, в молодежном инновационном центре работает ряд кураторов по определенным направлениям. Есть сайт www.mids-technopark.rf, русскими буквами, куда может зайти любой желающий, заполнить заявку, отправить ее нам, и уже дальше куратор с ним начнет взаимодействие. И с привязкой к местности мы будем либо в онлайн-режиме через вебинары, через средства связи с ним общаться, а дальше уже непосредственно, если это нужно будет какая-то производственная площадка или что-то еще, мы его можем определить в какой-то технопарк. Так есть возможность развивать свое направление, найти свое место в этой жизни и принести определенную пользу, да? Хотел бы отметить такой момент, который, значит, очень эффективно сработал у нас в прошлом году, в 2011 году, когда мы на одном из своих этапов коммерциализации инновационных проектов, значит, предложили молодым инноваторам, предложили всем участникам, значит, пройти этап команды образования. Значит, что такое команда образования? Это когда молодой инноватор, имея свой проект, имея свою идею, не способен ее коммерциализировать с точки зрения менеджмента, с точки зрения составления бизнес-плана и подачи документов в какую-то организацию на получение финансирования. Здесь мы поступили следующим образом, значит, студенты старших курсов, из вузов, экономических, значит, участвовали в нашем форуме и входили в состав команды с вот этим молодым инноватором. Значит, они свою лепту внесли тем, что они составляли бизнес-планы, они готовили, значит, стратегию развития этого проекта. Вот, и дальше уже перед различными экспертами защищали этот проект. В случае, если проект проходил экспертизу, значит, ему ставились определенные оценки нашими экспертами, и в дальнейшем этот проект можно было считать успешным, ну, по крайней мере, на этой стадии. А для менеджеров экономических, для студентов экономических вузов это первое, что было. Значит, мы, чтобы им вот эти вот проекты зашли в качестве выпускной квалифицированной работы дипломной, вот, и они получали долю в этой компании, вновь созданной. Вы знаете, есть возможность сейчас говорить о том, как идет взаимодействие в малых городах, да, вот какие возможности в регионах подальше от столицы, потому что одно дело, есть идея, есть талант, есть сайт, есть взаимодействие с вами, но, тем не менее, все-таки отдаленность, удаленность, она играет решающую роль порой. Или играет, или нет, все-таки. Это проблема на сегодняшний день. Молодой человек, находясь в каком-то городе, не всегда готов приехать в Москву для конкурса и так далее, чтобы принять, так скажем, очное участие. Здесь мы решаем вопрос двумя путями. Первый путь – это онлайн-трансляция наших мероприятий в режиме вебинара. То есть мы проводим ряд мероприятий в течение года, куда приглашаем через, опять же, систему оповещения Советов молодых ученых-специалистов, через вузы, всех желающих посетить эти вебинары. Они туда заходят и в режиме вебинара, значит, могут задать вопросы экспертам. Это первый путь. Второй путь – когда мы уже создаем компанию, когда наши эксперты из различных крупных высокотехнологичных компаний признают, что проект хороший, значит, мы включаем здесь систему аутсерсинга. То есть бухгалтер, юрист, консалтер, маркетолог – они все работают в режиме аутсерсинга. И, в принципе, здесь не обязательно нужно куда-то приезжать и тратить деньги, допустим, на переезды, терять время. Это все решается очень оперативно, вот таким образом. Как хорошо, что у нас развит интернет, да? Да, да. И как хорошо, что есть возможность с помощью сайта, вот есть определенный такой центр, да, похоже, который очень мощно работает, да? Такое оповещение и такое взаимодействие мощное с лузами России, да? Да, ну, я хотел бы еще, наверное, о каком-то результате рассказать, потому что мы отработали вот на сегодняшний день полтора года, и благодаря тому, что мы провели, да, сегодня уже создано порядка шести компаний, шести юридических лиц. Это очень тяжелая работа, я вам скажу, потому что было проведено порядка двух тысяч экспертиз проектов. За полтора года, шесть компаний, полторы тысячи экспертиз. Да, да. И, ну, если говорить уже о цифрах, то это порядка, ну, 100 миллионов рублей на сегодняшний день, это финансирование вот этих шести компаний с нашей стороны. А вот как идет взаимодействие? Вот мы сейчас говорим о бизнес-инкубаторах, вот у нас в Нижегородском регионе открываются они. Это что-то похожее такие модели, да? Ну, вы знаете, это один из этапов прохождения проекта. Вот, это... Мы здесь тоже плотно работаем со всеми бизнес-инкубаторами и технопарками, но если было бы побольше времени, я бы, конечно, рассказал о всей цепочке. Расскажите, у нас здесь пока время. Вся цепочка прохождения инновационного проекта в молодежном инновационном центре заключается в следующем, что, первое, нам нужно найти этот проект. Мы уже примерно рассказали, как это мы делаем. Во-первых, есть сайт, куда любой желающий может обратиться. Во-вторых, есть система смусов, советов молодых ученых-специалистов при Минспорт-туризме Российской Федерации, где тоже люди о нас знают и проекты к нам присылают. Второй этап – мы проводим форсайты. Форсайт – это, если дословно переводить с английского, это видение в будущее. Когда мы приглашаем крупные высокотехнологичные компании в определенной сфере, например, в IT, вот как мы сегодня проводим на IT-форуме, мы проводим IT-форсайт. Значит, куда приезжают крупные высокотехнологичные компании из IT-отрасли и рассказывают, так скажем, свои дорожные карты на перспективу, на ближайшие 10-20 лет, что будет актуально. Таким образом, мы молодым инноваторам, которые к нам приезжают, либо смотрят эту трансляцию в режиме вебинар, показываем, что же актуально будет завтра. И он уже с учетом вот этих вот докладов корректирует свои разработки. Третий этап – это научно-техническая экспертиза. Она независимая, она представляет собой экспертное сообщество из различных компаний. Они никак не аффилированы между собой и дают объективную оценку проекту. Получается такая поддержка со всех сторон, да? Да. Есть личность, есть идеи, есть направления. Да. И со всех сторон идет такая опека очень хорошая. Да. И здесь мы получаем… Ведь задача какая, молодежного инновационного центра? Найти хорошие проекты, в которые можно было бы привлечь финансирование. Самое главное, чтобы они через несколько, может быть, некоторое время не умерли, понимаете? Имели свое развитие, имели необходимость именно развития. И были интересны рынку. Были интересны рынку. Были интересны рынку. А можно вот дополнить, а какие направления в основном? Вся 6 организаций? Значит, мы работаем по 4 направлениям. Это энергоэффективность, энергоизбережение. Информационные технологии, медицинские технологии и телекоммуникационные технологии. Дальше, следующий этап. Уже непосредственно то, о чем я говорил. Это команда образования. Значит, мы заключили соглашение с различными экономическими вузами, где студенты старших курсов приезжают к нам на мероприятия и участвуют, значит, в рассмотрении вот этих проектов. Следующий этап. Это уже непосредственно конечная экспертиза, комплексная, где есть инвестиционная экспертиза, где есть уже научно-техническая экспертиза, где мы уже серьезно, жестко смотрим проекты и, значит, принимаем решение, что же с ними дальше делать. Поэтому здесь мы подошли очень, так скажем, серьезно к этому вопросу. И когда мы на выходе получаем по результатам экспертиз оценки наших экспертов, которые, повторюсь, независимые и привлечены из различных компаний, и оценки мы получаем благодаря этому субъективные, объективные, извините. Поэтому, значит, дальше идет уже решение о реализировании данных проектов. Скажите, пожалуйста, про стимулирование. Я хотел сказать, что вот эти шесть проектов, которые мы отобрали и на базе которых мы создали юридические лица, компании, уже порядка 100 миллионов рублей. Раз, и вот сейчас первый контракт, который мы заключили, значит, не заключили, а в стадии, так скажем, переговоров, это мы предоставляем наш продукт, это волоконные мультиплексоры, значит, компанию МТС приолжим. Ну и буквально последний вопрос в студии. Дополняющее стимулирование предпринимательской активности у молодежи. То есть есть система грантов, да, определенная, есть поддержка. Вы знаете, лично Молодежный инвестиционный центр вот такими вещами не занимается. Почему? Потому что в стране достаточно много этого всего. И РВК, и фонд Бортника, и так далее. Молодой человек, если у него есть желание и возможности, самое главное, возможности, может сам обратиться в РВК, может сам подготовить вот такую пачку документов и получить какой-то грант. Мы здесь ведем от начала до конца. Если проект интересный, если человек в него верит, мы ему открываем все двери. Повторюсь, www.meets-technopark.rf 739-79-75 Это московский телефон, код 8495-739-79-75 Всегда будем рады услышать вас. Приходите на сайт, обращайтесь. Всегда поможем. Спасибо вам большое. И сейчас у нас в студии Купол завершилось интервью с Михаилом Лабудиным, руководителем проекта «Автономная некоммерческая организация молодежно-инновационный центр в Российской Федерации». Спасибо вам большое, Михаил. И я надеюсь, что там молодежь, те пользователи, которые смотрели сейчас наш эфир, обязательно зайдут на ваш сайт. И я думаю, что благодаря вашему интервью и подробному рассказу о том, как раскрыть свой потенциал, как раскрыть все свои возможности, все есть. Надо только действовать. Все есть, да. Нужен проект, нужно желание. И пожалуйста, к нам. Welcome. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok